Республиканский конкурс «Семья, служим разом» все лето прошел в девятый раз. До финала дошли 14 самых лучших. Вся род основных критерий отбора – дисциплинованность, отказность и активный удел у громадской жизни своих подразделений. Але, напевно, самая главная – пропаганда семейных каштовностей. Причем для того, как отримать звание лучшей медицинской семьи, необходимо было прости два этапа. С початку отбор у Минским городским и во всех областных управлениях, потом республиканский этап. И усюда уделники им придется доказать, что служба и семья один одного не выключают. Не обязательно они должны служить вместе. Они принимают активное участие в развитии коллектива, в жизни коллектива, дети этих семей. Поэтому наиболее активные, те, которые ведут здоровый образ жизни, показывают пример всем остальным, мы честны на таких мероприятиях. И тем самым показываем пример всем остальным. Сгодно с умовами акции «Семья служим разом» у органов внутренних справ повинен служить как минимум один член семьи. У семьи Семенчика из Гомеля милицейская погона носит муж и женка, причем обо два майоры. Вячеслав – офицер дж. аутоинспекции, Вольга – криминально-воконавча инспекции. Скажут, что служба для семьи пирожкодой николи не была. Разные службы у нас с мужем. Он что-то, какие-то свои проблемы говорит. Я свои. Он подскажет мне где-то со стороны своей службы. Я со стороны своей. То есть это очень помогает. Два сотрудника. У нас нету непонимания. Мы знаем, что если надо где-то задержаться, где-то позже прийти. В этом плане понимаем, что работа есть работа. Подчас ушанования пероможца у ведучей рассказывают об кожной семьи. Особливая увага с захоплением у свободный час. Некто хатные рослины выросшивая, некто замежная мова выучая, некто занимается ландшафтным дизайном на дачных участках. Али у любым выпадку уголовная увага в уховании детей. Миколаю Костюченко зараз 10 годов. Не глядячи на то, что батька, подполковник милиции, с ответственной занятостью на службе, разум я не проводит шматы часу. Мы занимаемся походами, каратэ занимаюсь я. Папа всё время меня возит на тренировки. Мы с ним проводим лишнее время, мы ходим на речку, рыбачим. Чем больше семей будут жить у гармонии и сгоди, тем больше гуманным будет громадство. Вручение поддяг Министерства внутренних справ и памятных подарунков в первомышленном акции «Семья служим разум» повинна еще раз подтвердить прихинность людей у погонах идеалам христианских семейных традиций. У речи служить разум, гэта пеш за всё, за всё да потребливать один одного, гонориться своей семьёй и обранной профессией. Олег Сентяров, Игорь Маришенко, Телерадо, компания ГОБИ. Это самое главное.